ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После того, как наши кулинарные эксперты нашли подход к капризному Егору и накормили его рыбой, которую раньше он очень не любил... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Божечки! Вот это да! Нам просто потоком хлынули письма от пап и мам, которые мечтают, чтобы их дети ели полезные продукты. И сегодня, я, выбрав одно из писем, хочу представить вам Милану. Ей всего 4 года, и она терпеть не может печенку. Ее мама прислала видео, в котором мы можем посмотреть, что делает Милана, если ей предлагают блюда из печени. Здравствуйте! Программа «Все будет добре!» Меня зовут Алла. Я мамочка маленькой девочки Миланы. Ей 4 годика. Недавно мы посмотрели передачу, в которой вам удалось маленького мальчика Егорку накормить рыбным блюдом, которое ранее он абсолютно не кушал. И у меня закралась маленькая надежда, возможно, вам удастся приготовить какое-то блюдо для моей дочечки только из печенки, так как печенку наотрез отказывается кушать. Сейчас мы можем убедиться в этом сами. Невкусно. Вкусно! Покушай! Чему? А почему невкусно? Что тебе невкусно? Мне нравится печенка. Это печенка? Да? Ты ее узнала? А, мне, мама. Убей, я не буду. Ну, кушай тогда только кашку, хорошо? Да. Как видите, Милану так просто печенкой не накормить, поэтому я пригласила к себе в гости на кухню опытную маму из замечательного кулинара Наталью Левинзон. Встречайте! Здравствуй, Наташенька! Ты понимаешь, какая ответственность на тебе сегодня? Видела? Капризный ребенок, и это не редкость. Ну, я думаю, я справлюсь с этой задачей, потому что мои дети тоже не менее капризные, были маленькие, тоже не ели много чего. Но не ели и печень, то есть ты тренировалась, то блюдо, которое ты сегодня предложишь, твои дети, не любители печени, едят, да? Да, едят. И сегодня я принесла тебе уже готовое блюдо. Я больше чем уверена, что нашей девочке капризной сегодня оно должно понравиться. А ты уверена? Потому что я его делала сладким, да. А, а я и думаю, десерт это что ли? Я действительно его пыталась превратить максимально в десерт, потому что, как мы знаем, дети чаще всего едят глазами, то есть презентация и внешний вид блюда очень важны для детей. Ну что же, ты подготовилась, как мы и договаривались. Сейчас мы передадим этот десерт из печени, как бы странно это ни звучало, нашему помощнику. Он отправит его Али. Милана попробует, а мама ее пришлет нам в видеоотчет. У нас уже такая традиция просто сформировалась. Благодарю вас. Передайте, пожалуйста, Милане и ее маме. Кстати, еще одна часть этой традиции, не знаю, насколько это сегодня понадобится, это скамейка штрафников. Для тех кулинаров, которые, возможно, не справятся с задачей, я надеюсь, что ты там не окажешься. Пусть произойдет чудо. Нет, я там ни в коем случае не хочу оказаться. А между тем, ты помнишь, что там уже были и Самвел, и Аллочка, и Женя. Ты будешь сидеть на скамейке штрафников, это заслуженное наказание. Это неслыханно. Он отдал твои равиоли коту. Ну что, Самвел, я тебя провожаю на скамейку штрафников. Капец, спасибо. Да помню, я думаю, что я там не окажусь. Я, по крайней мере, не хочу, это точно. Тогда давай начнем готовить. Кстати, сегодня это блюдо, которое ты приготовишь, попробуем не только мы с тобой и Милана, но и детки, которые пришли в гости сегодня ко мне со своими родителями. Потому что дети разные. Кому-то не понравится, кому-то понравится. Конечно. Что нам понадобится для этого оригинального блюда? Наше блюдо называется «Куриная печень в апельсиновом криспи». Для приготовления нам понадобятся такие ингредиенты. 20 грамм сахарной пудры, 80 грамм муки, цедра одного апельсина, 30 грамм сока апельсинового, яблочко, хватит одного, 150 грамм печени, ложечка воды, сливочное масло и кунжут. Итак, мы начинаем с приготовления теста. Мы берем сливочное масло. Комнатной температуры это важно. Но это будет песочное тесто, да? Корзинка из теста? Это будет очень похоже на песочное тесто. Дальше. Сахарную пудру, 80 грамм муки. Сюда мы натираем цедру. И для того, чтобы замесить тесто однородной консистенцией, мы используем насадку «Крюк» в нашей кухонной машине, которая быстро и без усилий с нашей стороны справится с работой. Мы только регулируем скорость, наблюдаем за процессом и получаем прекрасный результат. Итак, тесто у нас уже готово. Пахнет просто. Мягенькое должно быть, да? Мягенькое. Очень мягенькое и ароматное. Можешь понюхать. Может, ну и эту печень. Корзинок на печенке мы будем есть? Нет, подожди. Это только часть. А сейчас мы будем с тобой формировать корзиночки. И я буду тоже? Да. Давай. Ты же не против, правда? Я только за, я хочу научиться. То есть мы берем такие корзиночки для кексов. Формы это металлические, а в силиконовых можно? Можно и в силиконовых. Я использовала металлические. У нас получится приблизительно с этого теста 5 таких корзиночек. По толщине теста какое должно? По толщине оно должно быть вот такое вот, как на тартик. Ну, средненькое, скажем. Очень хорошо у тебя получается. И обязательно в конце нужно проколоть вилочкой, чтобы выходил воздух. Чтобы оно не пузырилось, да? Да. Итак, значит, у нас готовых 5 корзиночек. Мы их будем выпекать минут 5-7 при температуре 180 градусов. Берем. А я пока включу духовку. Смазывать формочки нам не нужно, потому что в тесте достаточно масла. Духовка включена? Да. Все, отправляются. Думаю, что эти 5 минут у нас будет чем заняться? Конечно, будет. Мы будем заниматься тем, чем мы будем наполнять наши корзинки. Для этого мы начнем с яблочка. Нам нужно сделать яблочное пюре. Чистим, удаляем сердцевину, нарезаем кусочками, просто перебиваем в блендере. А сама ты какие не любила продукты в детстве? Очень мало продуктов, которых любила. Мне кажется, что кроме картошки я ничего не любила. Причем, я тебе скажу больше, я ее могла есть в любом виде, в любых количествах, в любое время суток. Вот, ну, только картошку. Но это было на самом деле в том возрасте, которым я себя помню. А вообще, родители рассказывали, что в раннем, еще когда я, ну, естественно, не припоминаю, я ела все. Не давали картошку, и ты еще не знала, что картошка твоя любима. Наверное, ты знаешь. Какая прелесть. Итак, кусочки яблочек. Мы отправляем в блендер и просто их перебиваем. Сахар мы не добавляем, так как яблочко у нас сладенькое, включаем. Все. Все. Сейчас мы отправляем наше яблочное пюре в кастрюльку и на маленький огонь. До состояния, чтобы оно чуть-чуть как уварилось, знаешь, и чтобы не было много жидкости в нем. А сейчас мы приступим к нашей печенке. Самый важный для нас сегодня ингредиент. Надо его замаскировать. Это же дети потому едят, что они не догадываются, что там печенка, правильно? Да, максимально маскируем печенку. Какую ты берешь? Куриную? Я использовала куриную печенку, так как она самая нежная и детям скорее понравится, чем любая другая. Я заранее подготовила печенку, пообрезала все лишнее, сосудики, жилочки, потому что оно может горчить. Жилочный пузырь самое главное. Да, да, оно может горчить, а нам оно совсем не надо. А теперь маленький секретик до того, как я ее буду делать. Я печенку поджариваю на сливочном масле, для того, чтобы она приобрела такой сливочный вкус. Сковородочку. Опять же, чтобы оно не горело, значит, мы делаем такой огонь, чтобы не горело. Так, все, масло наше разогрелось, сливочное, напоминаю. И отправляем сюда печеночку. И обжариваем ее с двух сторон. Недолго. И пока у нас идут процессы, печеночка обжаривается, пюре яблочное уваривается немножко, а мы с тобой кофе попьем. С радостью. Угощайся, пожалуйста. Спасибо. Нескафе Классик. Глоток бодрости и энергии с утра. А сейчас, какие у тебя предпочтения в продуктах? Все ешь или привереда? У меня, знаешь, был один случай, когда я была беременная, и машина была в автосервисе. И мне пришлось ехать на маршрутке. Я, конечно же, уселась на заднее сидение, потому что это единственное место, которое было. И укачивало. И меня начало укачивать. А все, что у меня было с собой, это грейпфрутовый сок. И я вот, знаешь, ну, чтобы доехать до своей остановки, потому что, ну, думаю, выходить как-то по дороге не очень, я постоянно запивала этим грейпфрутовым соком. До остановки я не доехала. И после, лет шесть, наверное, я от одного названия грейпфрутовый сок меня просто выворачивала. Ну да. Но сейчас уже его пью. То есть можно опять беременеть уже? Может быть. Но пока не планирую. Итак, печеночка у нас с одной стороны поджарилась. Мы ее переворачиваем. Видишь, вот так. Чтобы не стала ей сухой же печень, да? Да, да. Много ее жарить просто нет необходимости, потому что она действительно становится сухой и твердой. Так, ну пока это обычная жареная печень, не знаю. Милана такое есть не будет. Подожди, это еще не все, Надюша. Мы выключили и оставляем, пусть она остынет. Наши корзиночки готовы. Пюре тоже. Мы ее тоже можем отложить. И можно заниматься карамелькой, пока остывают наши корзиночки. Для этого нам понадобится три столовые ложки сахара. И я себе тут тоже уже приготовила одну ложечку водички. Мешать ее не нужно. Я так понимаю, что карамель это вообще уже такой бонус, чтобы окончательно запутать. Ну мы же видели готовый десерт с печенью. Там просто такая вот шапочка воздушная из карамели. Да, это карамельные нитки, но помимо ниток мы еще будем карамелизировать нашу печенку. Да, она будет сладкая. Я не знаю. Я предупреждала, это десерт. Я не знаю. Это скорее испытание не для Миланы, а для меня. Сладкая печенка. Итак, пока у нас топится сахар, чтобы мы не тратили время, наша печеночка готова. Мы так аккуратненько ее сюда. Сейчас мы будем ее нарезать мелкими кусочками. Ты знаешь, вот на самом деле действительно дети почему-то ее не любят. Взрослые, да, вот дети, я не знаю. И она полезная, она не только вкусная, она полезная. Это важно, чтобы ребенок ее доел. Нет, мой взрослый сын и в детстве не любил, и сейчас не любит вообще. Поэтому я страдаю, потому что я хочу приготовить дома, но понимаю, что я буду есть в гордом одиночестве. Или в гости надо специально на печенку кого-то звать. Вот сейчас у тебя будет такой интересный рецепт, ну попробуй, мало ли что, а вдруг. Пусть сам разбирается, что ему есть. Нет-нет, это для пятилетних и четырехлетних. А если уже старше шестнадцати, то простите. Карамель мы нашу делаем не на большом огне, потому что она быстро горит. Итак, для чего нам нужна карамель? Мы будем накалывать печеночку, опускать ее в карамель, а затем мы будем обволакивать ее в конжуте. Кунжут даст такой, знаешь, ореховый кунжутный вкус. Кунжут вообще очень полезный продукт. И будем формировать наши корзинки. Карамель у нас готовая, мы ее оставляем на слабом огне. Начинаем формировать наши корзинки. И смотри, что я делаю. На корзинку мы выкладываем чуть-чуть пюрешки. Отлично. Я, значит, буду пюре накладывать, а ты дальше. Да, можешь. Затем мы берем шпажку и карамелизируем нашу печеночку. Вот так просто опускаем. И в кунжут красиво, правда? И так каждый кусочек, да? Да, 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 да. И вот такая вот красота получается. Нравится? Очень. Сложнее, чем готовить обычные блюда из печени. Но в этом... Сложнее, но если ребенок будет это кушать... Да. И, возможно, таким образом мы привьем любовь к печени, а потом дело легче пойдет. И я еще для Миланы украсить решила это все карамельными нитями. Для этого нам понадобится кусочек пергамента, ложечка. Для карамельных нитей мы просто опускаем ложечку в карамель, приподнимаем ее, и пока течет струйка, мы просто как выхватываем пальцами и формируем нити. С этих нитей мы потом делаем гнездышки. Можно это делать с перчатками, чтобы не обжечь пальцы. Вот. Это для красоты. Так, чтобы оно максимально напоминало десерт. И вот теперь блюдо приобретает тот вид, в котором мы отправили его на дегустацию Милане. Кстати, ее мама Алла уже прислала видео. Но мы посмотрим на реакцию Миланы, которая попробовала печень в таком виде, сразу после того, как оценим ее вкус сами. А пока я напомню, как мы готовили это блюдо. Возьмите куриную печень, кунжут, сливочное масло, муку, цедру апельсина, апельсиновый сок, сахарную пудру, яблоко, сахар, воду, в сливочное масло добавьте сахарную пудру, апельсиновый сок, цедру апельсина и муку. Тщательно перемешайте. Сформируйте корзинки в формах. Выпекайте при температуре 180 градусов 7 минут. Печень обжарить в сливочном масле, нарезать на кусочки, яблоко очистить, убрать сердцевину, измельчить и выпарить до состояния яблочного пюре. Приготовить карамель из сахара и воды. Кусочки печени окунать в карамель, а затем обвалять в кунжуте. Из жидкой карамели сделать карамельные нити. Для формирования корзинки на дно положить яблочную смесь, сверху выложить несколько кусочков печени в кунжуте, украсить карамельными нитями. Надо попробовать. Да, конечно. Десерт из печени это для меня впервые. Уверена, что и для вас тоже. Дети смогут тоже вместе со своими родителями попробовать. Угощайтесь, пожалуйста. И мы, Наташенька. Да. Очень вкусно, правда? Правда, это десерт. Я и обещала, что это будет десерт. Изумительно. Такое необычное сочетание вкусов. Большое количество наших зрителей и гостей возьмут себе этот рецепт на заметку. Я даже не сомневаюсь. Да, сейчас жует. Но жует с аппетитом уже хорошо. А вы как мама, скажите, пожалуйста, любит он вообще печень? Не любит. Ну, рассказывай, как тебе блюдо? Очень вкусно. Вкусно? А сколько бы ты таких штук съел, как ты думаешь? Бесконечность. Бесконечность? Вау. То есть ел-ел, пока бы не наелся печенкой. Молодец. Спасибо тебе огромнейшее. Так. А тебя как зовут? Здравствуйте. Меня зовут Алена. Попробовала? Угу. Вкусно? Да. Ну, мы с мамой пока поговорим. Вообще, Алена любит печень? Бывает, скушает, бывает как-то... Ну, такое съела полностью. Даже маме не оставила? Почти. А вам понравилось? Мне очень понравилось. Очень необычный вкус. Будете готовить? Да, обязательно. Вот как замечательно получилось. Вот еще у нас есть девочка с косичками. Привет, как тебя зовут? Здравствуйте, меня зовут Ангелина. Ну, ты попробовала блюдо, которое Наташа приготовила? Да. Понравилось тебе? Очень. Молодец, спасибо. Как прекрасно. Все дети, которые наблюдали за тем, как ты это готовила, все в восторге. Осталось только узнать мнение Миланы. Смотрим. Смотри, какая мама вкусняшка. Что это такое? Это карамелька. Ммм, как вкусно. Сейчас я приду. Причем на яблок. Обязательно. А ты вот эту верхнюю конфетку я? Ммм, бел. Плюет. Ну, Милана сказала, что невкусно, а мы хотим, чтобы именно этот ребенок ел печенку. Значит, задача посложнее оказалась. Да, наверное, да, ты знаешь. И ты даже знаешь, наверное, что сейчас с тобой будет. Мне уже отправляться туда. Да. Ну, спасибо тебе. Блюдо очень вкусное. Ну, мы уже знаем, что нужно побороться за то, чтобы ребенок все-таки съел полезный продукт. И следующий будет готовить печенку Марина Шевченко. Работала в детском кафе, неоднократно кормила детей самыми разными продуктами и всегда говорила на нашей кухне, что старалась, чтобы эти блюда были не только вкусными, но и полезными. Поэтому я решила, что и Марина Шевченко сможет попробовать приготовить блюдо из печени на кухне в Себуде Добре. Привет, друзья! Понравилось видео? Ну что же, оставляйте свои комментарии, делитесь им с друзьями и подписывайтесь на наш канал, чтобы первым быть в курсе всех полезных и интересных новостей.